Ну, я бы так сказал, что трудись, и у тебя получится. Работа в энной степени, да. Фишман Александр Израилевич, доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей физики Института физики Казанского федерального университета. Добрый день, Александр Израилевич. Хочу представиться. Я Полина. Хотя я не совсем человек, зато продукт труда ваших коллег из области физики и IT. Результат вашей общей работы, так сказать. А как вы сами стали физиком? Как же нас воспитывали родители, что мы вот пошли все на физфакт и вот занимаемся техническими науками. Никогда так не говорили родители. Ты идти должен туда, ты должен этим заниматься. Этого не было. Вот как утка обучает своих утят. То есть она же им не говорит, что вы должны вот ходить, клевать, вот так плыть должны. Она это делает, а они за ней все и бегут, и повторяют. И вот, по-видимому, такая сложилась у нас в семье ситуация. Я, если ночью просыпался часов в пять, смотрю в маленькой комнатушке, у нас отец сидит, у него горит свет, он занимается. Это мы знали слова, я не знал, что это такое. Мы знали, что папа занимается, у него сегодня лекция, он должен подготовиться. Я просто это видел и все. И для меня это стало естественным, что заниматься все время и все время работать – это естественный образ жизни. Это не какое-то прямо вот из себя выдавливание. И мучение – это каждый день идти на работу, это застрелиться можно. Знаю, ваш отец – легенда Казанского университета, выдающийся спектроскопист Израиль Самуилович Фишман. В 1941 году он вместе с Воронежским авиационным заводом был эвакуирован в Казань. Кстати, на этом заводе им была организована одна из первых в стране лаборатории спектрального анализа. Это изменило технологический процесс литья. Стало возможным контролировать химический состав сплава во время плавки. Это и ускоряло, и удешевляло производство деталей самолетов. После войны ваш отец продолжил свою научную работу в университете. Как он воспитывал любовь к науке у вас? Пришел отец, я ему говорю, вот я сделал телескоп, но что-то плохо видно. Он говорит, я тебе принесу линзы, ты сделаешь другой телескоп. Ты сделаешь другой телескоп. Он мне не купил телескоп. Чтобы создать телескоп, у меня был полный книжный шкаф вот этих тубусов. Я их накрутил ужасное количество. Мама все порывалась их все выбросить, потому что вся комната была завалена этими тубусами. Я вовсе не за пять секунд это сделал. Я очень долго это делал. И это вот, кстати, очень важно. Не готовый давать ребенку телескоп, а чтобы он долго делал свой плохонький. Как мне отец говорил, плохонькое, но свое. Вот он говорит. В этом ценность, говорит. И я долго это делал, потому что вот мотивированный был. Мне хотелось, как это так можно? На Луне увидеть горы, было написано. Вот меня это захватило, и я очень долго его делал. А в науке то же самое. Ты, когда захвачен этой идеей, действительно у тебя не получается. Но у тебя, вернее, как в науке часто бывает. Вот что-то получаться, ты начал видеть дальше других. Что вот тут вот так это будет. Я вот это смогу пронаблюдать. Но мне надо вот это, вот это, вот это сделать, вот это. И ты уже поглощен вот этим процессом достижения цели. Отец мотивировал вас на поиске решения. Развивал в детях любопытство и фантазию. Это очень важно. Я вспоминаю свое детство. У нас были диафильмы. У нас не было мультфильмы. Это была очень большая редкость. Если покажут мультфильмы по телевизору, то надо весь день ждать с таким нетерпением. А у нас были диафильмы. То есть аппарат показывал на стенку, на простынь вешали на стене. Мы получили статическую картинку. А потом под ней был текст. И кто-то из взрослых нам читал текст. И вот я буквально перед глазами у меня вот эта картинка. Едет грузовик, а за него зацепился мальчик на коньках и катится. И я помню, что я видел цветную картинку. О никаких цветных слайдах тогда речи не было. Были все черно-белые у нас. Но я помню, что это была цветная картинка. Дальше я помню, что автомобиль ехал. Он не стоял, он ехал. И как этот Питенька, зацепившись за эту машину, болтается за ней. То есть у меня образы складывались. И фантазия развивалась. И после того, как взрослый заканчивал читать, он делал паузу. И мы все смотрели на эту стоячую картинку. И она у нас разворачивалась. Целый мультфильм был. У каждого свой. А когда пришли мультфильмы, сейчас смотришь их, они очень красиво все нарисованы. И очень сделаны хорошо. Безусловно, технически. Но они меньше развивают фантазию ребенка. Они показывают уже готовый алгоритм. Хочется спросить, а кто из преподавателей оказал на вас влияние? Мне, например, из самых таких, конечно, крупных, если брать, это, конечно, повезло слушать лекции Семена Александровича Альшулера. Вот сам факт, что этот колосс научный приходил на лекцию, ему было под 70, наверное, примерно, что-нибудь такое. Для нас он, конечно, казался очень возрастным человеком, седой, очень спокойный, уравновешенный, не торопясь, начинал излагать. Причем у нас было принято, вот, к сожалению, сейчас это отходит, у нас не читали ведь лекции по конспектам. Он выходил и медленно начинал излагать мысли. Вот медленно говорит, смотрит в аудиторию, походит. Вот на меня это сильное впечатление, вот его логика размышлений. Семен Александрович Альшулер – это ученый, чье становление пришлось на 30-е годы 20-го века. Романтическое время физики, время революционных идей, время первооткрывателей. Только недавно родилась теория квантовой механики, только-только были открыты сильные и слабые ядерные взаимодействия. С этого момента началось развитие ядерной физики. Именно в это время теории атомных ядер увлекся и молодой аспирант Семен Альшулер. Его работа вызвала такой интерес, что обсуждать ее в Москву приезжал сам Нильсборг. Это был 1934 год. И это только один эпизод из череды множества открытий, сделанных в стенах казанского физфака. Александр Израилевич, кого из мэтров вы еще помните? Аналогично абсолютно были лекции Бориса Залмча Малкина. Большое счастье, что он еще жив и продолжает активно работать. по науке, один из самых цитируемых у нас ученых до сих пор. Ему уже за 80 лет. Это тоже он был теоретик. Сложный очень курс читал нам термодинамика и статфизика. И мы даже среди студентов у нас ходили слова «Сдашь статфизику и термодинамику, можешь все, жениться уже». Потому что это был самый крутой такой предмет. И вот он выходил, вообще никакими бумагами не пользовался. Он стоял около аудитории, покурил, наша первая физическая, заходит, берет мел и начинает рассказывать. И вот все это захватывало. Вот этот рассказ – это логика изложений. Такая песня идет. Даже уже потом не замечаешь, что он пишет-то сложные формулы какие-то. Вот из этого вытекает вот это. Вот из этого вот это. Такие же лекции прекрасные были у Александра Львовича Столова. Вот он очень сильно повлиял на мое становление. Он читал очень динамично. Дверь открывалась, он уже начинал говорить. А тут идет та-та-та-та-та-та. И начинает излагать. Модели учил нас строить. Как представить себе кристалл. Что нужно вот это вот разложить, цепочку. Рассмотрим все, кто как, с чем взаимодействует. Напишем вот это. Все по полочкам было разложено. Удовольствие получали. Вот нас учили логического мышления. Не формулы запоминания. Причем все они, вот приходили артисты, вот ничего у них нет. И вот начинали вот эти изложения. Это была просто изумительная картина. Вот эти люди, они, конечно, много. Потом я уже встречался с другими людьми, которые у меня лекции не читали, но просто мудрые по жизни были. Михаил Александрович Теплов, например. Борис Иванович Кочелаев. Они уже мудрые по жизни. Уже общение с ними на ученых советах. Как они задавали тон, поведение, как нужно вести себя. Принципиальные позиции высказывали, не оглядываясь. Они чувствовали за собой силу, что они сильны. Они были независимы. Они могли выступить очень резко. Вот это мне вот наши учителя очень много дали. Вообще учебный процесс был поставлен очень четко. И очень требовательно относились к нам. Благодаря этому, конечно, мы и сформировались. Сегодняшние студенты и школьники формируются совсем в другой среде. Это поколение, которое выросло в мире переполненным информацией. Какие они, сегодняшние студенты? Умеют очень быстро находить нужную информацию. И быстро, используя гаджеты, вступать в коммуникацию, обмениваться этой информацией. Это, безусловно, конечно, здорово. Я вот вижу, как наши магистранты работают, как они с полоборота могут достать любую статью и быстро все это получить, представить. Но, если говорить об отрицательных сторонах, то у подавляющего большинства молодежи, которым мне приходится работать, отсутствует способность перерабатывать эту информацию. Причем у многих полностью отсутствует. У меня были такие студенты, которые даже просили меня, давайте, Александр Израильевич, сядем вместе и прочитаем вот эту страницу учебника. И вот мы этот учебник с ним читали. И он, прочитав первые несколько строчек, мы с ним обсудили, о чем идет речь, приступили ко вторым строчкам, и я обнаружил, что он уже не помнит, о чем мы говорили на первых строчках. То есть те выводы формул, те рассуждения, которые автор приводит в параграф учебника, они не укладываются у него в логическую схему. То есть напрочь отсутствует логическое мышление у очень многих студентов. И это очень трудно. То есть они фактически не могут читать те учебники, которые были написаны вот нашими дедами и отцами. Звучит как-то печально. Как думаете, с чем это связано? Наш мозг может работать в трех режимах. Первое – это получение информации. Второе – предварительная обработка информации. И третье – переваривание глубокой информации, осознание, построение логических связей и так далее. Переход между приемом информации и к осознанию информации, на него тратится порядка 10 минут. Вот третий режим – обычно мозг включается ночью. В современной молодежи нет времени перехода от одной фазы к другой. Социологические исследования, и вы сами это можете себе представить, показывают, что в течение часа человек современный обращается к гаджету примерно раз 10-20. Я это масса наблюдаю, потому что я это вижу в университете. Если человек только сел, он сразу достает телефон и смотрит на него. Даже находясь в лифте, он смотрит телефон. То есть мозг все время в режиме приема информации. Он не успевает перейти ко второму режиму. В детстве мне отец все время говорил, остановись, подумай. Вот что-нибудь я начинаю рассказывал, он говорит, ты остановись, подумай. Сделай паузу, погуляй там. Вот он интуитивно понимал, что требуется время на то, чтобы я переварил ту информацию, которая мне поступила, и она мне не ясна. Сейчас у современных молодежи, у современной молодежи, у нее нет времени на это. Вот и получилось, в школе они только на приеме информации работали или их натаскивали на стандартные ходы для того, чтобы читаться по показателям ЕГЭ. И человек, который вышел из школы, большинство из них практически не может обучаться в УЗИ. Он приходит на лекцию, вот ко мне приходит на лекцию, сидят на семинарах. Но я же понимаю, что в режиме приема информации никакое образование неэффективно. Пока ты не научил, не сядешь сам, не завяжешь шнурки, или ты сам не проплывешь дистанцию, ты не научишься завязывать шнурки и не научишься плавать. Поэтому слушать, как говорят на лекции, правильные вещи, или как тебе рассказывают, как ты должен решать задачи, все это пустые слова, это я очень хорошо понимаю. Главная деятельность в университете это домашняя работа. Если у тебя дома не получается, это не страшно, это хорошо. Ты приходишь на занятия, общаться начинаешь с преподавателем. Вот в это время ты перевариваешь информацию уже, и поэтому успех у тебя от этого будет зависеть. А может быть просто отобрать? Нет гаджета, нет проблем. Нет, ну нужно просветительскую работу вести о пользе и вреде гаджетов, потому что гаджеты я же могу использовать, например, на уроках физики в том числе. Видела ваш новый учебник физики, над которым вы работали вместе со своими коллегами. Вы сделали его мультимедийным. Почему? Современные технологии информационные, они же во все жизни наши проникают. Естественно, они находят отражение в образовании, как же нет. И нужно учитывать психологические особенности, что детям трудно воспринимать большие куски информации. Хорошо, значит, мы должны их как-то дробить. Мы должны осуществлять деятельностный подход. То есть мы должны заставлять ребенка что-то делать. То есть должна быть интерактивность. Дальше мы его должны мотивировать. Современные средства позволяют повысить уровень мотивации. Знаю, что в вашем учебнике более сотни видеоопытов, интересных задачек и физических фокусов. Похоже, вы сами очень увлечены процессом. Есть еще и много видео, и всякие забавные эксперименты, парадоксальные эксперименты. Можно хорошо реализовать проблемное обучение. Мы с Андреем Ивановичем Скворцовым создали такую интересную систему, так называемый телеметрический практикум. Я его опробировал на лицеистах нашего университета. Мы вышли на улицу Баумана, и лицеисты сфотографировали фонтан. Там лягушки у нас есть, и у лягушек струя изо рта выливается. И я задал вопрос, какого уравнения у этой кривой, которая описывает вода. И они должны были сфотографировать, потом специальная программная оболочка, вот вам гаджет. Они обработали эти данные, и у всех получилось, что это параболы. Кроме одного ученика. У него струя имела такой странный вид. Как-то вот так, и потом вот куда-то вот так вот. Она вниз почему-то не пошла, а как-то вот так пошла. И они при мне начали обсуждать этот вопрос. Мы на экран класса показали его струю. Все начали его ругать, что у тебя рука дернулась, ты не оттуда снял. Он говорит, ну как же я не оттуда снял? Вот же смотри, вот ты тоже вот снял с этого, и ты с этого, а я вот между вами был. Да. Тогда ему говорят, у тебя рука дернулась. Он говорит, почему дернулась? Смотри, не размазано же, все другие предметы резко, все резко. И вот они спорили, спорили минут 10. А я просто наблюдал за их дискуссией. И вдруг один из них говорит, слушай, а может у тебя ветер? Да, ветер они все. Да, конечно, ветер сдул. Вот это я называл тогда, у меня был педагогический экстаз. Потому что они поняли, что модель, по которой струя должна иметь форму параболы, не работает здесь. Она требует отсутствия сопротивления воздуха. А здесь сопротивление воздуха. Вот это им было интересно. Они прямо горели. Это было в летние каникулы. Они приходили с удовольствием каждый день на наши занятия. С большим удовольствием мы там снимали всякие явления, обрабатывали их. И они добывали эту информацию своими руками. Это производило на них впечатление. Всевозможные конкурсы и олимпиады еще один любопытный вариант мотивации. Это и новые знакомства, и соревновательный азарт. Знаю, вы были в жюри разных конкурсов. Какие у вас впечатления? Я был председателем жюри конкурса стран Юго-Восточной Азии. Камбоджа, Таиланд, Филиппины, Малайзия, Бирма. На меня сильное впечатление произвела организация этого олимпиадного движения. Потому что, во-первых, жюри требуется, должно быть международное. У нас было три человека обязательно из разных стран. То есть один был из Китая, один был из Индии, и я был из России. На меня сильнейшее впечатление произвели два мальчика из Филиппин. Они сделали на основе двух датчиков движения. азбука для немых. Вот они вот так руками делают, и в это время пишется текст на экране компьютера. Удивительно. Они говорят, это вот для того, чтобы немые могли общаться друг с другом. Вот, я у этих ребят спрашивал, это вам, наверное, вы где-то взяли, кто вам помогал делать? Никто, они говорят. Я говорю, а учитель? Ну, он нам просто вот идею сказал, что можно датчики движения сделать. Я у них спрашиваю, ну, и такой аналог есть, наверное? Да, есть. Значит, американский аналог есть, но у них частота сбоев, там, путает какие-то буквы, ряд букв, там, О, А, там, какие-то путает. У них вероятность сбоя 20%, а у нас 10%. мы эту статистику набирали. Я говорю, ну, это вы внедряете? Да, уже одна фирма у нас это, приобретает патент наш. Вот уровень такой, фантастический просто. А может ли наука быть не международной? Нет, это, это абсолютно невозможная наука не может быть не международной. И это касается не только естественных наук, это всех и общественных наук. Если, конечно, если историки могут говорить, у нас вот свои проблемы какие-то региональные, ну и что? Законы-то исторические, они одни и те же. Пусть это будет Татарстан, Башкорстан, Америка, Европа, Индия, Китай. Экономические и общественные условия одинаковые. Другое дело, как они реализуются с конкретным регионом. А это же интересно всему миру. Потому что развитие исторических событий, это же сильно зависит от климата, от географических условий и так далее. И поэтому вот эти национальные особенности разных государств, они, конечно, интересно воспринимать их влияние на развитие каких-то там общественных движений. Безусловно, по всему миру. Поэтому исключается эта формулировка, что наука может быть не международной. у российской науки есть будущее? Есть. Есть. А почему нет? Может быть, в настоящее время трудновато, но мы будем верить. Почему же нет? Значит, не все так плохо? Не все так хорошо. Но дорогу осилит идущий. Я удаляюсь, но не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитров А.Егорова